Уже без малого месяца троллейбус под номером 4 не выходит на маршрут. С 21 апреля жители нижней части Черемушек, так называемых киргизских домов северного микрорайона, улицы Гайдара и близлежащих кварталов частного сектора вынуждены обходиться без услуг электротранспорта. В причинах разбиралась Ольга Вилкина. Вот уже почти месяц вместо привычной троллейбусной четверки по маршруту от депо к ЖД вокзалу курсирует автобус небольшой вместимости. Все дело в том, что по соседству с территорией троллейбусного депо в начале апреля бригады компании «Вода Донбасса» начали масштабные работы по замене части городского канализационного коллектора и движение по кольцу для разворота троллейбуса на конечной остановке у депо стало невозможным. Перевозчик нам выделил резервный автобус, который осуществляет движение под расписанием троллейбусного маршрута номер 4 с начала движения автобуса в 6.50 с ЖД вокзала. И до полчетвертого, ну как по расписанию троллейбуса. Наполняемость автобуса с загрузкой троллейбусной четверки не сравнится. Большая часть пассажиров льготных категорий предпочитает электротранспорт или автобусные льготные рейсы, где правом бесплатного проезда могут воспользоваться все пенсионеры. В автобусном маршруте четверка ездят льготчики, которые у нас утверждены по автобусному маршруту. Пассажиропоток низкий, пассажиропоток, ну естественно, упал. Все в основном пассажиры, которые пользуются льготами, они выходят на 5-4-4А, в которых утверждены льготные проезды, там в течение дня, на определенное время, которые могут пользоваться все льготчики. Либо выходят наверх на черемушки и садятся на единицы. Но мы надеемся, что наша четверка выйдет уже с 1 июня. Еще в начале апреля бригады компании «Вода Донбасса» приступили к работам по замене разрушившейся части железобетонного канализационного коллектора, принимающего стоки двух харцизских микрорайонов. Старая труба попросту рассыпалась. И пришлось ее менять, потому что обвалы пошли, и забивать начало колодцы. Ну, нужно было снимать много грунта, как бы, это самое, и замена на пластик 400. Снимать много грунта – это мягко сказано. Чтобы сделать все по уму, пришлось углубиться на 8 метров. И все бы ничего, но в процессе работы выяснилось, что грунт в районе дороги и троллейбусного депо насыпной, а значит, возможен обвал. Грунт насыпной, сильно насыпной, много, как бы, изначально, там, возле здания. И получилось, что этот грунт не удержался и упал. Ну, пришлось дополнительно еще две недели убирать это все. Ну, из-за этого и задержка произошла. Для выполнения всего комплекса работ в итоге пришлось выбрать больше 9 тысяч кубических метров грунта. Теперь КАМАЗ за КАМАЗом заполняется землей котлован. Глубина траншеи где-то достигала 3 метров, а где-то пришлось зарываться на все 8. В первых числах мая новая часть канализационного коллектора была пущена в эксплуатацию. Всего пришлось заменить 110 метров трубы. Если б не обвал, управились бы быстрее, убеждает машинист экскаватора. Думали, что удержит. Дожди были. И вот из-за этого тоже подмокало, подмывало. Да еще и траншея старая там идет, а мы новую пустили. Как бы добавили колодец еще один, потому что там бы под забором мы никак не прошли. Там еще больше глубина была бы около 10 метров. А так пришлось чуть уйти в сторону нам. Как бы новый коллектор провести. А тот оставить уже. Пока троллейбус 4 маршрута не ходит, бригада Харцизского горсвета расчищает линию от нависающих над контактной сетью веток и убирает сухие тополя. Движение электротранспорта здесь будет возобновлено не раньше начала июня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова